здравствуйте мои дорогие подписчики друзья и гости с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы будем выпекать апельсиновый хлеб это что-то невероятное вкусный нежный ароматный этот апельсиновый хлеб больше похож на булочку с заливкой он очень нравится моей семье смотрите видео и выпекайте вместе со мной и радуйте свою семью вкусной ароматной домашней выпечкой для теста нам нужны будут следующие продукты 80 миллилитров теплого молока цедра одного апельсина полторы чайной ложки сухих дрожжей или 15 граммов свежих дрожжей 50 миллилитров теплой воды 2 столовые ложки сахара 2 яйца щепотка соли 60 граммов растопленного сливочного масла 350 граммов муки и 100 граммов изюма изюм я предварительно замочила в кипяченой воде сначала в миску выливаем теплое молоко водичку добавляем одну столовую ложку сахара и добавляем сухие дрожжи откладываем в сторонку теперь взбиваем два яйца с одной столовой ложкой сахара нам нужно просто хорошо перемешать яйца с сахаром добавляем тесто соль добавляем яйца выпечка получается не сладкой поэтому и называется апельсиновый хлеб но когда мы добавим сверху заливку поверьте от этого хлеба никто не сможет отказаться очень он вкусный а главное с цитрусовой ноткой будет аромат заполнить всю кухню сейчас я натираю на терке цедру одного апельсина выбирайте по ароматнее апельсин я всегда когда покупаю нюхаю взяла спелый-спелый размешиваем теперь добавляем муку хорошо перемешиваем можно замешивать это тесто и в хлебопечке но вы не поверите мне просто нету добавляем теперь растопленное сливочное масло масло должно быть комнатной температуры это очень важно ну и теперь постепенно добавляем оставшуюся муку замешивать тесто можно именно даже в этой миске я руки слегка смазала растительным рафинированным маслом тесто должно быть слегка липковатым но не нужно его забивать берем наше тесто оно очень мягкое руки я смазала растительным маслом и вот это мягкое тесто мы в руках просто мнем вот вам нужно приготовить тоже такое мягкое тесто собрали его в комочек выкладываем миску но я посыпала оставшейся мукой вот сверху остатки муки и накрываем полотенцем тесто оставляем в тепле на 1 час после растойки выкладываем тесто на стол и внутрь выкладываем тесто изюм тесто очень ароматное муку больше не добавляем тесто перемешиваем вот так замешиваем вмешиваем изюм в тесто также нам понадобится 20 граммов растопленного сливочного масла немного этим маслом смазываем силиконовую форму в виде кирпичика длина кирпичика 22 сантиметра ширина 8 сантиметра бока и дно смазываем растопленным сливочным маслом скалкой раскатываем тесто немножко присыпаем стол мукой тесто раскатываем в тонкий пласт толщина теста 3 миллиметра затем разрезаем наше тесто на квадратики вмокаем мукой разрезаем другую сторону больше похоже на прямоугольники они квадраты теперь каждый кусочек смазываем растопленным сливочным маслом сливочное масло должно быть комнатной температуры мы будем делать форму пирога по форме напоминающие как я готовила тыквенный пирог он у меня назывался отрывной тыквенный пирог очень вкусный советую вам всем приготовить а сегодня у нас будет апельсиновый хлеб который не нужно будет резать кусочки будут сами отламываться друг от друга ну а теперь все достаточно просто смотрите соединяем вот соединяем и выкладываем соединяем между собой кусочки и выкладываем также вот выкладываем и сюда формулка этого пирога очень простая поместится все не переживаем пока выкладываем если захотим поместится все пирог оставляем для расстойки на полчаса сверху накрываем полотенце после расстойки апельсиновый хлеб ставим в разогретую духовку на 180 градусов на вторую полочку снизу пирог у меня хорошо поднялся только в силиконовой форме он слегка разошелся вширь апельсиновый хлеб выпекался 40 минут если у вас сильно зарумянивается вверх накрывайте его фольгой апельсиновый хлеб достаем с формы сейчас аккуратненько переворачиваем у меня от силиконовая форма и быстренько возвращаем назад у меня полный восторг мне нравится моя выпечка аромат просто непередаваемый готовим заливку для нашего хлебушка значит нам понадобится 4 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока и сахарная пудра сахарную пудру обязательно нужно просеять мне не должно быть комочков мы это я поспешила глазурь готовится просто но вот у меня на 4 столовые ложки апельсинового сока уходит 120 граммов сахарной пудры консистенция такой глазури мне очень нравится она хорошо пропитывает апельсиновый хлеб поверьте это нельзя назвать хлебом это настоящий десерт это выпечка сладкая которая все будут в восторге а какая вкусная с цитрусовой ноткой глазурь готовится быстро я часто пользуюсь этим рецептом покрываю этой глазурью булочки печенье очень вкусно хлебушек наш горячий поэтому еще горячий хлебушек мы покрываем глазурью вот именно когда он горячий он хорошо впитывает себя эту глазурь я вам советую приготовить этот пирог зайти на канал плейлисты пироги у меня уже множество собралось рецептов все рецепты проверенные точно указаны все пропорции поэтому готовьте и радуйте своих родных только домашней выпечкой это очень вкусно апельсиновый хлеб готов нежный мягкий с ароматной глазурью что может быть вкуснее радуйте своих родных только домашней выпечкой напоминаю видео на канале выходят ежедневно давайте готовить вместе мне осталось лишь только показать какой же апельсиновый хлеб в разрезе в разломе в общем для того чтобы кушать хлеб нам не нужен ни нож ничего смотрите он еще горячий но прекрасно видно что каждый ломтик хлеба рассоединяется на кусочки это очень удобно вы знаете невозможно просто передать какая структура этого хлеба нужно просто попробовать мягкий ароматный нежный просто тает во рту приготовьте порадуйте свою семью вкусной домашней выпечкой семья это оценит подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока